Фестиваль «Формула успеха» стал уже традиционным. Его участники – несовершеннолетние студенты лобинских техникумов, аграрного и социально-технического, медицинского колледжа и Вознесенского техникума пищевых производств. Конкурс призван выявить самых успешных в своей специальности, а также разносторонне развитых молодых людей. Цель является прежде всего организация занятости наших несовершеннолетних, полезной досуговой занятости. И «Формула успеха» – это один из тех моментов, когда мы понимаем, что ребятам интересно общаться, они задействованы, они показывают свою сноровку, свое умение, именно используя какие-то профессиональные навыки. Готовились, долго думали над званием, над девизом. Правда, много было потрачено нерв над этим, немного балованы. А так, вообще нам всегда нравится участвовать в этих конкурсах, потому что это очень энергично, весело, да и увлекаются многие ребята талантами всякими. В рамках фестиваля участникам пришлось наряду со своими профессиональными выполнять и непривычные для себя задачи. Например, медикам, аграриям, пищевикам пришлось делать завивку волос. Хотя легче других с этим конкурсом было справиться, конечно, парикмахерам. Я хочу показать свои умения по тому, как делать химическую завивку, так как я учусь на парикмахера. На другом этапе участникам предстояло сделать цветок из овощей. Будущему медику Виолетте ранее не приходилось заниматься кулинарными изысками, но задание студентку не смутило. Вообще я люблю готовить, и мне очень стало интересно, смогу ли я повторить то, что нам показал повар. И мы должны сейчас делать розу из огурца. Кулинарному искусству пришлось приобщиться и парням. Тем более, это актуально для студентов техникума пищевых производств. Мне нравится готовить. Я всегда в техникуме у нас турслеты. Я и в техникуме готовлю, и дома также. Также команды соревновались в умении оказывать первую медицинскую помощь, игре в дартс, знаний трудового законодательства. Оценивала участников жюри, в состав которого вошли члены комиссии по делам несовершеннолетних. Я принимаю второй раз участие в таком замечательном мероприятии, как «Формула успеха», где принимают участие студенты наших средних учебных заведений. Первое впечатление, когда я в прошлом году здесь был, у меня просто положительное. Если брать по оценкам студентов, то на пять с плюсом. Потому что это новая форма общения, то есть это не какие-то лекции, совещания. Это тут, где наши студенты могут показать именно свои навыки в профессионализме. То есть то, чем они занимаются, попробовать в других сферах своих коллег из других средних учебных заведений. Это и есть самая основная цель, чтобы наши ребята попробовали себя в различных направлениях. Не важно, это будет спортивное направление или творческое, или профессионализм. Потому что самое важное – найти подход каждому молодому человеку, чтобы у него была заинтересованность, интерес. Поэтому формы должны всегда быть только отличные. Не только проходить в учебных классах, на совещаниях, но те мероприятия, которые предлагает сегодня комиссия по делам несовершеннолетних, муниципальное образование, Лобинский район. Я думаю, что эта практика, она показала себя как в прошлом году, но я думаю, и в будущем покажет себя на оценку отличную. Мне очень понравилось. Я думаю, что каждый техникум, каждое училище должны ежегодно проводить такие конкурсы. Это, во-первых, детей сближает, они начинают общаться, они дружат. Секрет формулы успеха в этот день открыли студенты Лобинского медицинского колледжа. Именно они стали победителями фестиваля конкурса. Мы очень рады, мы не ожидали, ну как, были такие, как скажем, предположения, но очень неожиданно, и мы очень рады. Мы очень рады, мы очень счастливы, что мы победили, мы получили второе, ой, первое место, слава богу, не второе. Спасибо большое всем, кто сделал этот праздник. Мы очень рады, мы очень счастливы, спасибо большое. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания Лоба.